Тема нашей лекции – речной рак. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь вы видите широкопалого речного рака. Его прародина является Центральная Европа и Южная Скандинавия. Длина взрослого самца достигает примерно от 20 до 25 сантиметров, а длина самки менее 15 сантиметров. Излюбленные места обитания – это равнинные реки, именно с чистой водой, подчеркиваю, потому что в грязной воде они водиться не будут, и также они обитают в ручьях. В наши дни он встречается редко и относится к особо охраняемым видам животных. За своей добычей рак охотится ночью, как хищник. То есть в основном он питается насекомыми, он может питаться улитками, может питаться головастиками или мелкими рыбками. Продолжительность жизни составляет примерно 20 лет. Самцы ежегодно, а самки, запомните, два раза в год сбрасывают, получается, свои панцири, то есть у них происходит линька. Когда это происходит, они становятся такими более мягкими, именно беззащитными, потому что панцирь, он у них крепкий, карапакс, он состоит из хитина, а когда он сбрасывается, поэтому они становятся более такими беззащитными. Здесь вы видите ходильные ноги. Ходильные ноги. Первая из пяти пар, посмотрите, ходильных ног, удерживает мощные клешни. Посмотрим со всех сторон. Когда мы контрольно отвечаем на вопросы, то есть первая пара ходильных ног, вот. Не отсюда вочитаем. Так, вторую пищу рассмотрим. Вблизи. У рака, посмотрите, фасеточные глаза, они имеют цилиндрическую форму. С одной стороны и с другой стороны. Это карапакс, карапакс, карапакс. Вот эта часть называется голова-грудь. Не отдельно голова-грудь отдельно, нет. Голова сливается с грудью, поэтому называем голова-грудь. Вот эту часть. Так, вид сверху. Голова-грудь. Голова-грудь – это первый отдел. Брюшко – второй отдел. Брюшко. Так, здесь мы видим хитиновый экзоскелет, который придает прочность. Хитиновый экзоскелет. Хвостовой плавник. Хвостовой плавник. Хвостовой плавник. Так, это вид снизу. Две пары чувствительных придатков, антенны. Так, рассмотрим, здесь брюшко. Вблизи. На брюшке также располагаются дополнительные конечности. То есть у самцов их 5 плюс 1, у самок 4 плюс 1 пара брюшных ножек. Так. Так, вид вблизи. Период с октября по ноябрь самка именно на своих брюшных ножках, вот здесь. Сейчас я увеличу. Выкладывает примерно от 60 до 150 яиц. Данные яйца скрепляют на кучке. То есть при помощи выделений. И она их здесь носит. И обязательно обеспечивает приток кислорода. То есть воду она как прогоняет, то есть обеспечивает приток кислорода для своего потомства. Иначе потомство погибнет. Делает более такой обильный приток воды. Так, вид вблизи. Запомните, что их множество и обычно вылупляется только 20 рычков. Половину из них может погибнуть. И первое время они остаются здесь, на брюшке. То есть остаются они на брюшке примерно две недельки. А потом уже они начинают свою самостоятельную жизнь. Да, Себастьян. А почему половина умирает? Ну, разные бывают условия просто. Бывает такое, что вот она как машет хвостовым плавничком, да, и часть просто отпадает. Поэтому они погибают. А, ну жалко. Я думал, вы скажете, когда она машет, тогда она их там внутри сжимает. Нет, она все это аккуратненько делает, просто получается часть может выпасть на дно, и поэтому они погибают. А для того, чтобы они выжили, им нужен постоянный приток воды, обогащенный кислородом, чтобы она постоянно так же свою икру промывает от водорослей, от различных там паразитов и так далее. Если она этого делать не будет, они все могут погибнуть. Так, теперь хочу каждого из вас спросить, а потом еще рассмотрим презентацию. Себастьян, посмотри, пожалуйста, на экран. Что это у нас будет у рака? Звук отключен. Глаза? Глаза. Но, запомните, глаза не простые, а фасеточные. Фасеточные. Так, хорошо. Первый отдел, как мы называем? Если голова соединена с грудью. Это... Сейчас я выделю. Карапакс? Не-не-не, сейчас я выделю, покажу, чтобы лучше видно. Этот отдел. Вот голова. Значит, говорим, голова, грудь. Запомнили? Голова, грудь. Голова, грудь. Карапакс, это вот эта часть. А, так голова, грудь, смешно. Да, голова, грудь. Первый отдел. Второй отдел. Брюшко. 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 Потому что на которой на работе спрашивают. Допустим, из чего состоит... Вернее, сколько отделов у рака, да? И варианты ответов. Голова, пишут иногда отдельно. Грудь и отдельно брюшко. И второй вариант. Голова, грудь и брюшко. То есть вы выбираете второй вариант ответа. Голова, грудь и отдельно брюшко. Два отдела. Так, хорошо. А вот это что такое? Это клешник. Клешня. А клешня относится к отдельным ногам? Нет. Клешня, она относится к отдельным ногам, но клешня еще выполняет функцию защиты. А можно кое-что спросить? Эти три или две ноги, они эти клешни? Ты имеешь в виду... Сейчас я покажу вблизи клешни, чтобы была видна. Вот одна клешня. Две? Нет, клешня вот считается. А вот это считается уже как отдельные ноги. Ходильные ноги. Просто они похожи на клешни маленькие. Ну, похожи, да, но вот это считается клешни. Одна клешня... Я еще когда в рыбном отделе был, видел такого живого. Такие огроменные. С антеннами. Хорошо, молодец. Так, Алан, посмотри, что это такое у рака. Звук отключен. Хвостовой плавник. Правильно, хвостовой плавник. Так, сейчас посмотрим здесь. Хвостовой плавник. Голова? Карапакс. Не-не-не, вот этот отдел. Голова-грудь. Голова-грудь. То есть голова соединяет под грудью. Голова-грудь. Карапакс, вот, да. А вот этот отдел? Брюшко. Брюшко, хорошо. А брюшко чем покрыто? Хитиновое... Хитиновое, это скелет или просто хитином, да, хитином, который придает прочность. Да. Так, умничка. Так, Катя. А вот это что такое? Ходильный... Звук отключения не слышно. Ноги, да? Ходильные ноги. А кто еще хочет ответить? Так, Вадим, хорошо. Так, Вадим, посмотри, что это такое? Ой, я снизу забыл, я помню только верхний. Ходильные? Ходильные ноги, да. Ходильные ноги, хорошо. Вот это? Это клешни. Хорошо. Это? Это глаза фасеточные. Вот, тогда я хотела выслушать фасеточные глаза, умничка. Вот эта часть? Это карпакс. Карапакс. Карапакс. А вместе голова с грудью, как назовем? Голова-грудь. Голова-грудь, молодец. Вот это? Хитиновый... Эксо... Седине, брю? А, брюшко. Брюшко, хорошо. Так, Вера, да, ручку еще подымала? Хорошо. Так, правильно я? Да, говори. Так, Верочка, посмотри, пожалуйста, на экран. Что это такое? Пакеты с ним глаза. Вот, умничка. Так, первый отдел, как мы назовем? Голова соединяется с рулью. Вот, молодец. Хорошо. А, в общем, вот это что такое? Карапакс. Молодец. Вот это. Второй отдел. Брю. Брю. Хорошо. Чем покрыто? Петиновый экзоскелет. Экзоскелет. Так, хорошо. Вот это? Ноги ходильные. Ходильные ноги. Так. А что это такое большое? Клешня. Клешня. Так, хорошо. Молодец. Так, теперь рассмотрим внутреннее строение. Сначала рассмотрим. Так, здесь посмотрите. Это зеленые железы. Зеленые железы. Мы их так называем. Это органы выделения у рака. Не потому что они на экране, например, у нас синего цвета, да? А я говорю зеленые. Нет. Их называют зеленые железы. Это органы выделения. Да, Себастьян? Да, Себастьян, не слушаю. Звук отключен, не слышно? А у него одно сердце? Да, сейчас я покажу. Имеет пятиугольную форму. Посмотри, вот это сердечко. Сейчас все посмотрим. Перцы. Покрутим со всех сторон. Так, теперь посмотрим желудок. Вот эта часть – это желудок. Желудок имеет два отдела. Дальше. Нервный узел. Нервный узел. Ничем немножко. Вот это зеленого цвета – это брюшная нервная цепочка. Брюшная, потому что проходит в брюшной области. Брюшная нервная цепочка. Жабры. Жабры. Так, далее посмотрим. Задняя кишка. Задняя кишка. Ротовой орган. Органы размножения. Органы размножения. Теперь все, рассмотрим еще презентации. Вижу поднятую ручку. Можем… А, да-да-да, Вадим, да. Сейчас увидела. А как понять нервный узел? Ну, что такое нервный узел? По-другому. Это у рака называется головной мозг. Просто у рака мы не можем сказать головной мозг. А мы говорим нервный узел. У него такой маленький. Ну, рак сам по себе маленький. Ну, да. Так, сейчас подключим презентацию. Просто у него мозг даже меньше, чем сердце. Да? И это не высшее, да, млекопитающее? А, сейчас рассмотрим. Так, теперь презентацию рассмотрим. А презентацию видно? Да. Так, теперь здесь разберем. Общую характеристику класса ракообразная. Среда обитания водная. На голове мы видели, что расположены две пары усиков. И мы видели, там расположены глаза, да? Глаза именно фасеточные. И, в общем, это также у нас разделено полные животные. То есть имеется как самка, так и имеется самец. Отделы тела. Отдельно голова, грудь и отдельно брюшко. Брюшко стегментированное. То есть не отдельно голова, отдельно грудь, отдельно брюшко отдельно. Нет, это неправильно. То есть правильно. Голова, грудь, говорю, и брюшко. Органы дыхания жабры. Органы выделения две пары зеленых желез. Мы их рассматривали. Так, рассмотрим, как рак выглядит в природе. Пусть и лекции будут проверены знания. И... Пусть и лекции будут проверены знания. Глешни. Голово-грудь. Так, теперь здесь рассмотрим. Посмотрите, вот эта часть, это все голова-грудь. Голова-грудь с этой стороны и с этой стороны, это все голова-грудь, это брюшко. Теперь здесь рассмотрим первая пара усиков, вторая пара усиков, третья, четвертая, пятая нога челюсти, ходильные ноги и брюшные конечности. Теперь здесь посмотрим голова, она небольшая, на голове имеются фасеточные глаза, имеются длинные усики, короткие усики, грудь, вместе голова-грудь, брюшко. Теперь здесь рассмотрим внутреннее строение. Пищеварительная система, то есть имеется в виду желудок, который делится на два отдела. Органы выделения зеленой железы, рот, жабры, брюшная нервная цепочка, половая железа, половая железа, надглоточный нервный узел, то есть находится над глоткой. Имеется надглоточный нервный узел, имеется подглоточный нервный узел, а вот здесь глотка. Сверху и снизу, запомнили, надглоточный нервный узел, подглоточный нервный узел. Разберем дыхательную систему. У рака под панцирем, у основных ног расположены жабры. Это перистые выросты, вода омывает жабры и распоренный в ней кислород. Куда она попадает? Конечно же попадает в кровь. А углекислый газ, ребята, уже попадает из крови и выделяется в воде. Вот здесь мы видим жабры рака. Теперь разберем кровеносную систему уличного рака. Запомните, что кровеносная система уличного рака, она не замкнутая. То есть кровь сосудов, она вытекает непосредственно именно в полость тела. Растворенный в воде кислород, он проникает через жабры в кровь, а углекислый газ, который накапливается в этой крови, через жабры выводится уже наружу. Вот здесь мы видим различные артерии, сердце и также артерии. Теперь разберем пищеварительную систему. Здесь мы видим жевательный желудок, седильный желудок, размельченная ротовыми органами пища, она через глотку, которую мы видим здесь. И короткий пищевод поступает в обширный желудок, он такой приличный, большой желудок, который делится на две части. А здесь мы видим уже кишечник. Кишечник. Это печень. Печень. Так, рассмотрим следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добуча пытается вырваться, но ничего не получается. Рак клешнями ее удерживает. Теперь рассмотрим нервную систему. Нервная система образована надглоточным нервным узлом. Надглоточный нервный узел мы видим здесь, то есть по-другому это головной мозг рака. Также нервная система образована окологлоточным кольцом и брюшной нервной цепочкой. Вот здесь мы видим брюшную нервную цепочку. Вот она проходит здесь. Здесь мы видим брюшные узлы. Вот мы видим эти брюшные узлы и они находятся в каждом сегменте соответственно у рака. Так, здесь на картиночке мы видим размножение рака. Мы видим женскую. Анна, извините, пожалуйста, я просто видела поднятую руку. Может быть вопрос был по прошлому? Вадим? Да, у меня был вопрос. Вот я видела, что рак ел мучных червей. А вот в первый момент мне показалось ли он там пчелу ел? Или это так же он ел? Не-не-не, это не пчела, нет, это черви. А, ну ладно. Просто окраска такая похожая. Так, здесь на картиночке мы видим женский и мужской особь. Посмотрите здесь. При спаривании, соответственно, в дальнейшем танка, она метает икру. То есть икра образуется вот здесь, под брюшком. Здесь мы видим вид вблизи. То есть икру она носит, получается, на брюшке изнутри. Через некоторое время вылупляются молодые рачки. И мамочка их носит там примерно у 10 до 12 дней. Вот здесь мы видим молодых рачков на брюшных ножках самки. 12 дней проходят примерно. Они являются уже самостоятельными организмами. И, соответственно, уже ведут свой образ жизни. Да, Вадим? А у меня вопрос. А как появляются эти икринки? Ну вот как они появляются? Самка самцом спаривается и потом метается икра. А, понятно. Вот здесь мы видим эту икринку. Вот икра. А почему она черная, а не красная там или какая-то там должна быть оранжевая? Ну, потому что маленькие рачки, они будут вот такого как зеленоватого цвета. А потом рак линяет, получается, несколько раз. И, соответственно, уже он и меняет свой цвет карапакта. Угу. Просто здесь просто оранжевые были, поэтому удивился. здесь вот посмотрите. Получается, икра, она лепляется особыми выделениями самки, чтобы рачки, они как бы не отпадали. Так, теперь рассмотрим сложенные глаза. Вот они, глаза рака посеточные. Здесь, здесь, здесь. А как понять сложные глаза? Сейчас расскажу. Сложные глаза у рака, они расположены на подвижных стебельках. Вот здесь, сейчас все расскажу. По бокам здесь и здесь. Это позволяет ему смотреть в разные стороны. То есть он может не поворачивать тело, смотреть в разные стороны. Каждый глаз, если мы тут посмотрим внимательно, образован фатеточками. Вот видите, здесь, здесь, здесь. Их очень много, этих фатеточек. То есть каждая фатсетка сама по себе видеть не может. Но в общем, когда вот фатсетки все они соединены, вот в общий целый глаз, можно сказать. То есть таким образом рак видеть может. То есть это не простой глаз, это сложный глаз. И вот здесь. Здесь плохо, конечно, видно. Вот посмотрите здесь, видите, вот фатеточка. Вот фатеточка, здесь фатеточка. Видно вам? Так, теперь разберем органы чувств. На обеих парах усиков имеются рецепторы. То есть осензательные, химического чувства и равновесия. Органы равновесия представляют собой углубления. В основном членники коротких усиков, где помещается уже песчинка. Песчинка давит на окружающие ее тонкие чувствительные волоски. И это уже помогает раку оценивать положение своего тела в пространстве. Чтобы он не терялся. Так, рассмотрим следующее видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь внимательно посмотрите, пиявка пытается напасть на рака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Борьба. Явка снова не успокаивается, нападает. Явка снова не успокаивается, нападает, 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 нападает. Явка снова не успокаивается, нападает. Явка снова не успокаивается, нападает. Явка снова не успокаивается. Явка снова не успокаивается, нападает, нападает. Теперь повторим дыхательную систему. Кожаные жабры выполняют функцию газообмена. Выделительная система. Как вы рассматривали в атласе, у рака имеются сделенные железы. Они выполняют выделительную функцию у рака, то есть выделение и выведение из организма ненужных веществ. Теперь рассмотрим здесь. Короткий усик. Короткий усик. Длинный усик. Верхняя челюсть. Нижняя челюсть. Нога челюсти. Ходильные ноги. Первая пара превращена в клешню. Ходильные ноги. Далее брюшные ножки. Брюшные ножки. Теперь рассмотрим далее. Спиной стороны, голова груди и брюшка, как мы видим, покрыта массивным хитиновым панцирем. Карапаксом. То есть хитин придает прочность. Панцирь пронидан известью. То есть это придает прочность данному карапаксу. А краска может варьировать именно в зависимости от места проживания. Хитиновый панцирь образует сложный скелет. То есть каркат тела рака. А общая мускулатура животного представлена отдельными пучками мышц, которые уже прикрепляются к хитиному панцирю. То есть из-под низу. Здесь мы видим линьку рака. Все ракообразные должны регулярно уже обновлять свой защитный панцирь. Этот процесс сброса старого панциря и наращивания нового называется, запомните, линькой. И относится к чрезвычайно важным для существования креветок особенностями физиологии. Во время линьки происходит отделение эпидермиса от известкового скелета особи. И выход уже из устаревшего панциря, который стал мал, он происходит через личиночный шов, который уже расположен между карапаксом и брюшком. То есть по мере роста рак он также линяет. Рассмотрим видео. Линька рака. Дублизим. Линька происходит медленно. Рассмотрим весь процесс. Линька. Здесь мы рассмотрели линьку рака. Да, Таня, слушаю. Да, Таня, слушаю. Ручку подняла. Поняла. Это на другое занятие зашел ребенок. У нас у Вадима был вопрос. Если мы можем остановиться. Да, 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 конечно. Вадим. А, получается, он когда линяет, он что, прозрачным становится? Или там просто прозрачный какой-то? А, перед этим сейчас покажу. Да. Нет, нет, на правильном. Сейчас. Он там прозрачный. Вот, да, да. Это уже, получается, старый идет как бы панцирь, он его сбрасывает, да. Получается, это не краб? Ой, не рак? Нет, вот сейчас, вот здесь мы видим креветочку, вот так вот она линяет. А вот здесь мы видим конкретно вот рака. Ага. Ну да, я помню. Вот. Да, да, вот так. Да, вот здесь видно, хорошо. Так, далее рассмотрим. Запомните, что рак, он охотится ночью, днем он прячется в укрытиях, то есть под камнями, под корнями деревьев, в норах, то есть повсюду может спрятаться. Роет норы, длина которых обычно также достигает 35 сантиметров. Так, теперь, так, теперь рассмотрим следующую картиночку. Запомните, оплодотворение у раков внутреннее. Через 3-4 недели после спаривания тамки приступают к экрометанию и, соответственно, выпускают икру через половое отверстие. Потом она приклеивается под плесом, то есть к ложноножкам, вот здесь мы видим, и остается там до вылупления, соответственно, уже личинок. То есть это такой самый тяжелый период у самки. Почему? Потому что икра требует непрестанного промывания водой, которая уже обогащена чем у нас? Кислородом, да? То есть самка, она постоянно промывает икру, очищает ее от грязи, от ничтых водорослей, от плесни и так далее. При этом часть икринок отрывается от плеса, падает на дно и, как я вам говорила, погибает. Как бы ни была плодовита самка, вылупляется не более 60 личинок. Иногда бывает 20, вылупляется. Это вид вблизи. Так, это маленькие крабики. Так, рассмотрим следующее видео. Да, Вадим. А вот вы сказали, что их 20, а мне кажется, их там было больше. Могут и до 60 вылупляться. То есть кому как повезет. А что лучше, когда 20 или когда 60? Лучше 60. Чем больше, тем лучше. А вот икра. Посмотрите, как она промывает икру. Обогащает ее кислородом. А также промывает от различных ничтых водорослей, от грязи и так далее. Теперь немножко проверю ваши знания. Да, Себастьян поднял ручку, слушаю. А из-за чего она умирает, я не услышал. Тут у меня это, плохая свадьба. Личинки ты имеешь в виду? Не, а самка с личинками. Нет, не самка с личинками умирает. Сейчас я покажу вблизи. Вот, посмотри, видишь, икра. И она постоянно ее вот так вот промывает. Вот она ее промывает, промывает. И после такого промытья, бывает, часть личинок, часть икры, соответственно, падает на дно. Нет, я не погибаю. Которая на пляже лежала. Другой фото. Так, сейчас. Вот это? Да. Это просто вид вблизи, я показываю. Здесь я просто показываю икру, как она выглядит. А-а-а. Это икра вблизи. А так иногда так случается, которые первые, и они случайно отрываются, да? Да, бывает, что она промывает, просто часть отпадает на дно, и все, да, и погибает. Жалко. Так, ничего страшного. Так, теперь немножко поиграем. Какие утверждения верны? Один из основных признаков членистоногих – это наличие членистых конечностей. Давайте вы в тетрадочке себе запишите или на листочке, а потом проверим варианты. Да или нет? Запишем. Один из основных признаков членистоногих – это наличие членистых конечностей. Так, пишем да или нет. Далее пишем кровеносная система, не замкнутая. Или замкнутая. Убираем да или нет. Третий. Тело рака состоит из трех отделов. Можете просто неправильный вариант вообще убрать. Четвертый. Речные раки имеют пять пар ходильных ног. И пятый вопрос. Раки раздельно полые? А как понятия раздельно полные? То есть имеется сам кайстамент. Все готовы? Давайте проверяем, какой вариант у нас неправильный. Третий, да? Здесь написано «тело рака состоит из трех отделов». А мы помним, из двух отделов – голова, грудь и брюшка. А остальное все нам подходит. Так, следующий тест. Кровеносная система замкнутая, не замкнутая или кровеносной системы нет? Убираем, ставим единичку и убираем А, Б или Д. Второй вопрос. Печень относится к системе выделительной, пищеварительной или нервной? Вадим нам потом ответит, да? Я знаю, ты знаешь. Раз третий вопросик. Размножаются ракообразные икрой, живородящей или с диготами? Мы рассматривали. Что отпадает на дно? Четвертый вопросик. Ракообразные дышат кожными жабрами, костными жабрами или легкими? Далее. Так, Бахар ручку поднял, слушаю. Из легких. Не слышу. Из легких. А, ты ответ хочешь сказать уже? Пока пишем все. Пока мы пишем, да, все это в тетрадочке, а потом, да, будем проверять. У нас тест небольшой. Мы разбирали, вспоминаем. Где у нас рак живет, подсказываю. Выбрали А, Б здесь или Д. И последнее. Фасетки – это глаза, жабры или хвост. Помните, изучали фасеточные? Что у нас? Сложные. Написали, да? Так, а ну-ка, Вадим. Первый вопрос. Первый вопрос – это замкнутая. А, ой. А, ой, вспоминай. Незамкнутая. Незамкнутая. Так. Вторая печень относится к какой системе? Вщеварительной, потому что мы едим. Ну и... Размножай. Хорошо. Размножаются ракообразные как? Икрой. Хорошо. Так, и Бахар хотел ответить. Ракообразные дышат как у нас? Кожаными, жабрыми. Так, правильно. Кожаными, жабрами. А по сетке что это? Бахар сейчас дадим возможность ответить. Бахар ответишь сейчас? Да. По сетке – это что у нас такое? Гла? За. Да, состоит из по сеток. Хорошо. Так, а теперь будем немножко играть. Сейчас подключаю тренажеры. Это небольшой у нас тест был. Те вопросы, которые дают на контрольной работе. Как тренажер подключится, скажите мне? Да, наверное, подключился сейчас. Тренажер называется «Забей гол» на тему речной рак. Если вы правильно отвечаете, значит, забиваете гол. Так, первый вопрос. Многие раки поедают органические остатки и являются санитарами водоемов. Да, нет или возможно? Да. Так. Хорошо, молодцы. Следующий вопрос. Кровеносная система у раков отсутствует. Правда, частично или ложь? Зула, ручку подняла. Зуля? Да. Отсутствует кровеносная система? Вспоминаемый. Нет замкнутая? Нет. Это что у нас будет? Нет. Так, Себастин, ручку поднял. А ходильные ноги речного рака расположены на голове? Правда, ложь или чертична? Вспоминаем строение. Где располагаются ходильные ноги? Ложь. Хорошо. Тело члениста ноги животных покрывает хитин? Себастин, ручку поднял? Я, Аллан. Себастин отвечал сейчас. Аллан, наверное, да? Давай, Аллан, да. Да. Хорошо. Нервная система раков. Диффузного сетчатого типа. Вспоминаемый, я так рассказывала или нет? Так, кто знает, отвечайте. Да. Так, а ну вспоминаем. Я думаю, в это. Так, раки, это раздельнополые животные? Так ли это? Возможно, да или нет? Так, Вадим, ручку поднял? Да. Тело члениста ноги животных состоит из двух слоев клеток. Так, Себастин ручку поднял? Да. А ну-ка, вспоминаю. Блин, нет. Тело. Тело. Нет. Кровеносная система у раков не замкнутая, отсутствует или замкнутая? Так, Вадим ручку поднял. Незамкнутая. Вот, вы очень хорошо. Ходильные ноги речного рака расположены на груди? Да или нет? Так, Вадим, ручку поднял, вижу. Вроде бы отчасти. Нет. Ну, или они расположены, или они не расположены? Ну, тогда расположены. Хорошо. Так, а ну-ка, Верочка мне на вопрос ответит. Ракообразные приспособлены к жизни в воде, потому что брюшка заканчивается хвостовым плавником. Вспоминаем, есть хвостовой плавник или нет? Да, есть. Да, есть. Михаил. Органы чувств помогают ракообразным уходить от опасности, как ты считаешь? Думаю, да. Так, молодцы. Здесь хорошо. Второй тренажер. У нас пять минуточек остается. Да, мы не успеем, да? Так, ну тогда будет небольшая физминуточка. Спасибо. Все дойдем до Клабика, потанцуем Крабика, потанцуем Крабика. Молодец, Вадим. Делать минуточку небольшую после урока. Хорошо. Потанцуем Крабика. Потанцуем Крабика. Потанцуем Крабиками. Хорошо. Молодцы. Я хочу до Клабика, потанцуем Крабика. Все дойдем до Клабика, потанцуем Крабика. Я хочу до Клабика, потанцуем Крабика. Хорошо. Здесь есть тяга. Я хочу до Клабика, потанцуем Крабика. Все дойдем до Клабика, потанцуем Крабика. Повторяем до Крабика, хорошо? Все, молодцы. Отлично отвечали, хорошо танцевали. Ребята, жду вас у тебя на лекциях. Всем пока. Пока, Мала.